МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнаценко, глядите их этим выпуском. Сегодня у Гомеля прошло спортивное свято, просвеченное Международному Олимпийскому дню. Акцию «Право на здоровье» провели у областным центры. Завтра православный свет отзначать одно из наивеликших христианских святов – День Святой Троицы. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Сегодня по всей краине проходят урочистые мероприемства, присвеченные Международному Олимпийскому дню. У Гомеля программа началась о половой восьмой ранице. От вечных огню на площади працы был запаленный олимпийский факел, який факелоносцы празувесь в центры города пранесли до лядового палаца. Уже тут разгорнулись основные урочистости. На свято собрались спортсмены, тренеры, керавники у спортивной галине, ветераны спорту, выхованцы специализованных навучальных установ региона. Право запалить символичный олимпийский огонь традиционно продоставили первому олимпийскому чемпиону Беларуси, заслуженному тренеру Леониду Гейштару. Так само по традиции лепших тренеров и работников сферы спорту захватили грамотами и подяками Министерства спорту и Гомельского облыва Конкама, а ветеранам уручили подарунки. После официйной частки на пляцовках каля лядового и палацоводных видов спорту запрацевали тематичные спортивные секции, які представили разностаенность выхования подрастающего поколения спортсменов у нашем регионе. Их это одна из головных метов проведения мероприемства с нагода олимпийского дня. Прежде всего еще раз вернуться к принципу олимпизма, то есть посмотреть и сказать молодым спортсменам, ради чего они тратят свое свободное время, почему они пришли в спорт, показать им еще раз тех людей, на примерах которого надо воспитываться, ну и, конечно же, подвести итоги определенные. У гэты дни с визитом у Гомели находится делегация из итальянской Пармы. У программы замежных гостей наведывание некольких установ сферы эдукации. Первым из них стала Улуковская допоможная школа-интернат. Прибыли представники итальянской ассоциации Help for Children Parma незвычайным способом. Шесть человек в составе делегации шлях от Пармы до Гомеля у 2000 километра упередолили на мотоциклах. Тут же до школы-интерната их супроводжали гомельские байкеры. Гастея деце сустрели, як старых сяброу. Их это не выпадково. Патрымку установе итальянской ассоциации оказывая на протягу 10 годов. Каля месяца тому, до их сюды, прибыла допомога у выглядзе сродка гигиены, продуктов, цацек и констоваров. Припатрымце замежных доброчинца у деце што год выезжаю цю Италию на отпочинок и оздоровление. На этот раз делегация с Пармы приехала к абсустреце с детьми и обмерковать организационные моменты супрационництва. Мы давно сотрудничаем со школой в Лукове, с интернатом непосредственно. Наша цель визита посетить детей, потому что дети летом приезжают непосредственно в Парму. Цель была приезда поговорить с сопровождающими, которые будут сопровождать группу детей из Лукове в Италию. Мы очень благодарны нашим гостям и нашим постоянным итальянским друзьям за то, что они ежегодно посещают нашу школу, за их внимание к нашим детям. Мы очень их любим и передаем привет всем неравнодушным жителям Италии, которые внесли в это свой вклад. Так само в программе визиту делегации наведывание трех установ Речицкого района, передача им техники, мебли и объекта угольнявых пляцовок. В уголе делегация с Пармы пробуде в нашем регионе до конца тыдня. Наступили самые долгие чеканы для школьников летние каникулы. Однако далеко не для всех это час безклопотно гад пачинку. У выпускников началась саправды горячая пора. Зараз они сдают выпускные экзамены, а затем их чекают централизованные тестирования. До речи, регистрация на его завершилась. Про то, как наученцы Гомельской области рыхтуются до уступных испыт в репортаж наших корреспондентов. Не глядячи на то, что уступные выпробования еще напереде, некоторым наученцам Гомельского державного областного лицея уже можно не хваляваться. Одиннадцатиклассники Деяна Павлянок и Иван Моисеенко до прикладу мают певные переваги перед своими одногодками, бо з'являются переможцами заключного этапа Республиканской олимпиады по учебных предметах. До речи усяго в Гомельской области наличивается 32 таких одиннадцатиклассника, які уже зараз могут лечить себе студентами установы шейшой эдукации у отповедности с профилем отриманного диплома. Взял диплом третьей степени на заключительном этапе Республиканской олимпиады, что дает мне право поступления без вступительных испытаний в любой вуз, там, где есть химия, но также и это 100 баллов по химии. Централизованное тестирование все равно пойду сдавать. Благодарность учителям. У меня диплом третьей степени по немецкому языку, который дает мне также право поступления на факультеты в вузе, где я профилирующая специальность этой иностранной языки. Есть некая уверенность о том, что у меня всегда есть альтернативный вариант. Хорошо, когда есть, из чего сделать выбор. У Гомельский державный областный лицей что год поступают дети с розным узронем подрыхтовки, а леусе як один мотивованные на поступление у лучшейшей научальной установы. А тому головная задача педагогичного коллектива – якосная подрыхтовка своих вушнях до централизованного тестирования. За два года в учебы тут подлетки активно утягнуты не только у основной адеквативной процесс. Они наведуют вечерние подрыхтовочные курсы, факультативные и индивидуальные занятки. Такая сглаженная система дает свой плен. Про это свечисть не только высокий процент поступления в ВНУ, а ле и колькость стобальных выникал на централизованном тестировании. Меж тем подобный поспех досягается только у адеквативной тандеме наставник в ученье. Тандем очень важен. При всем таланте учителя этого недостаточно. Нужно, чтобы ученик находился на одной волне с педагогом, чтобы они оба были заинтересованы в результате. В этом плане мотивация детей очень важна. Централизованное тестирование в Беларуси будет проходить с 12 червяня по 2 липня. Но введение этого года мягчимость продемонстрировать свои веды сразу по четырех учебных предметах. Будущим абитуриентам варто память, при сдаче ЦТ необходим не только важный багаж ведов, а ле и умение переодолить свое хвалявание. С этой мэтой на факультете психологии и педагогики Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны зараз денежная специальная лаборатория. На инновационном замеженном обсталявании школьников тут учить развитию стресса устойливости и контролю своих эмоций, как досягать максимально высоких показчиков на уступных испытах. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля пройшла акция «Право на здоровье». Ее удельниками стали люди безпевного места жихарства. У рамках акции медицинскую и санитарную допомогу с уместными намаганиями им оказали товарыство «Червоного крыжа», областная туберкулезная больница, центр профилактичной дезинфекции Гомельщины и милиция. У центра дезинфекции им пропоновали принять душ и пройти полную санитарную опрацовку. Усим, в том и употребу, была выдадена чистая вопротка. Абсолютно усе отримали сродки особистой гигиены. И, главное, у дельники акции пройшли флюорографичные обследования у перасовным аппарате «Пульмаскан». При подозренне на туберкулез выдавались на керование у областную туберкулезную больницу для дальнейшего обследования. До речи, у гэтый день макчымостью отримать медицинскую и санитарную допомогу скорысталися каля 30 человек. Воголе акция «Право на здоровье» проходить разу 3-4 месяцы. При гэтым наведать центры дезинфекции и пройти санитарные процедуры можно и у любый иншый день, незалежно от проведения таких акций. Зрабить гэтым макчыма не больше за два разы на тыдень. У Гомель завершился Международный молодежный форум волонтеров. Его яскравым финальным акордом стал доброчинный концерт республиканского марафона «Усе фарбы життя для тебя». Галунная мета – допомога малышам, яким потребуется дорогое лечение. На гэтый раз волонтеры БРСМ при поддержке артиста белорусской эстрады збирали сродки у поддержки трехгадового гамельчанина Славы Жаковского. По году тому, урачи диагностовали у хлопчика тяжкое онкологическое захворывание, якое потребует великих финансовых выдатков. Вероника Ворошилина с подробностями. У Гомельским областным громадско-культурным центром люди збираются задолго до концерта и они приходят сюда, как поддерживать трехгадового Слава Жаковского и его батьков как материально, так и добрым словом и щирым пожаданием на специальном плакате. Доброчинный республиканский марафон «Усе фарбы життя для тебя» проходить по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи, начинаючи с 2009 года. Традиционный он збирает как волонтеров, так и у всех необъяковых, у оказания допомоги детям, яким життёв необходно дорогое лячене. За годы своего проведения доброчинная акция допомогла уже десяткам хлопчиков и девчинок по всей краине. И она закликана объедновать якмага больш людей в окол Великой Бяды одного маленького человека. Делать добрые дела это очень важно. И эти дела сегодня объединяют. Объединяют всех неравнодушных людей. Поверьте, сегодня в мире очень много таких людей. И нам бы очень хотелось, чтобы всем детям, которым нужна помощь, чтобы она была оказана с нашей помощью. Вот в этом основная задача, основная миссия. По годы тому, у трехгадового гамильчанина Славы Жаковского медики диагностовали тяжкое онкологичное захворвание. У хлопчика злоякосная пухлина за брушинные просторы. У дадзиный момент он пройшел три блоки химиотерапии и знаходятся у Боровлянах. Зараз детяте потребуется дорогое ляжение за межами нашей краины, якую одиночку батькам оплатить не по силах. Необходимо лечение, которое требует действительно больших денег. То есть первый этап это в Москве, примерно сумма это около 20 тысяч долларов. И следующий этап это за границей. Это уже действительно большая сумма, это около 200 тысяч евро. Поэтому мы вот обращаемся ко всем, кто чем может, если помочь, потому что деньги действительно большие, так просто, естественно, у нас их нету. Как допомогли сямьи Жаковских у их непростой житевой ситуации, отгукнулись такие белорусские артисты, як ансамбль «Песняры», цирк имя Абеля, студия театра и танца «Ливень», спявак, «Виталь Сычоу» и многие иншие. Усе сродки от проведения концерта будут перелечены над брошинно рахунок маленького Славы Жаковского. До речи, пополнить его может и люби жадающие у любый час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. Самое главное то, что увидев люди на этом концерте, в социальных сетях, по телевидению, ведь этот зал вмещает только тысячу человек, а наша задача как можно больше человек привлечь к этой проблеме. Объединив усилия, мы сможем добиться результата, который помог в прошлом году Кири Куриленко выздороветь. Вероника Ворошилина, Ялгин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Волонтеры руху БРСМ «Доброе сердце» наведали выхованца у городского социально-педагогичного центра. Мероприемство проходило в рамках международного волонтерского форума. У Гомельским городским социально-педагогичным центры под наглядом выховальников и психологов сегодня проживая каля 50 хлопчиков и девочинок от 3 до 17 годов. Это дети из небеспечных семья, которые могут находиться тут до полгода. Им важно отшивать любую увагу и клопот, тому я не очень рады подарунками гостям за волонтерских отрадов. В этот день гости привезли с собой аниматор сказочной постановкой и гульями. Мы приехали 1 июня, чтобы поздравить детей с международным днем ребенка. Мы приехали привезти им радость, счастье, тепло, чтобы дети немного обделенные любовью, почувствовали себя любимыми, счастливыми, довольными, почувствовали, что они часть большой семьи, они дети, и чтобы они почувствовали, что такое детство, что такое любовь, что такое забота. С подарунками приехали и супрацовники управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Яны познайомились с работой социальной установой и умовами проживания детей. Стартовал совместный адекватный проект Гомельской областной организации громадского объединения «Белая Русь» и музея истории города Гомеля. Его запуск померковали до Международного дня обороны детей. Заходя науковые супрацовники музея распрацывали экскурсийный маршрут, простейки можно только в гульневой форме. Квест Гульня «Слово об Граде Гомее» различено на детей 10-12 годов. У день запуску проекта его удельниками стали около 70 школьников из Гомеля и Гомельского района. Выконывающие задания Гульни, они одночасово пополняли свои веды об истории областного центра. Затым за старание каждый отримал памятный сувенир. Завтра православный свет означает одно из наивеликших христианских святов. День Святой Троицы и Пятидесятницы. Паводли Евангелия на 50-й день после Велик Дня апостолы собрались в Иерусалиме, где на их сошли вогненные языки Святого Духа. После этого девосного заявления апостолы заговорили на разных мовах и начали проповедовать православную веру по всему свете. Именно тому Троица лечится так само днем народжения христианской церквы. На перед дни свято в Батьковскую субботу традиционно ушановывается память всех померлых. Непосредственно в День Святой Троицы каждому православному важно наведать церковную службу. Также православные христиане украшают свои дома и храмы веточками березы и цветами. Также хотелось бы отметить, что накануне этого праздника в православных храмах совершается заупокоенное богослужение. И в народе ходит такое мнение, что в этот день, именно в субботу, можно поминать людей, которые самовольно окончили свою жизнь. Это неправильно, это не так, потому что жизнь каждого человека, это есть дар Божий, который никто не вправе отнимать друг у друга. С нагоды Дня Святой Троицы во всех храмах Гомеля проходят шерох социально-значных и освятницких мероприемствов, доброчинные акции, выставы и раздачи информационных буклетов про историю и каноны православной веры. Выглядели информационный выпуск телерадо компании Гомель, у студии працевала Наталья Игнатенко, я и мои коллеги жидаем вам только добрых новинок, до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин